На плоскости даны 7 прямых. Докажите, что какие-то две из них образуют угол меньше 26 градусов. А сколько прямых? 7. Но при этом, разумеется, мы считаем, что если прямые параллельны, то между ними угол 0 градусов. Сделаем параллельный перенос так, чтобы все прямые проходили через одну точку. Да. 7 на 26. Всего угол в 4. 7 умножить на 26, это что? И еще на 2, потому что угол в 14. Потому что, конечно, угол в 14. Но все-таки 7 на 2 сколько? 182. 182, совершенно верно. Важно, что 182 это больше, чем 100. Ну, соответственно, на самом деле угол в 2 раз больше, поэтому будет больше, чем 160. Абсолютно верно, ребята. Опять, это, в принципе, если у нас прямых много, значит между какими-то двумя обязательно маленькие много. Какой уже рекламы книги? Третьих еще делал. Ну, книг по олимпиадной математике на самом деле много. При этом довольно много хороших. Но для первоначального лечения, я считаю, что для самого первоначального лечения, что называется, вот эта моя книжка, которая называется «Книжайная сдача культиматике». Она предназначена именно для человека, который только-только-только начал и простейшие вещи в ней очень тщательно, очень подробно хранится. Вот эта книжка, она же называется «Следующая». То есть, здесь считается, что человек уже все-таки уж совсем простые вещи знает, но довольно много, сколько учителей, сколько умений о том, в каком-самом правильном порядке учиться эту задачу. Ребята, когда я видел, как была кисло на правильцей на маму Нихмана. О, это скучная история. Представьте себе, тело было в главном здании, некий аспирант приехал, кто ей заметит, кто ей говорит, а тут ты за границей. И стал ходить на занятия маму Нихмана, стал что-то такое проводить, там, ну-ка, у него какие-то представления, надо сказать, кто надо сказать, кто. Было несколько лет назад, 10, вон, чуть-чуть меньше. Хотя нет, это 10 уже прошло. Вот, и в некоторый момент он заспорил с неким студентом нашим. Заспорили они. Вот, надо такую задачу. Да нет, ты что, надо такую. Да ты что, ты как можно вот эту задачу, если мы еще вот эту не разобрали? Спорят, 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 спорят. Мы дошли до того, что друг на друга уже сильно-сильно и догадались вызвать полицию. И представьте себе, вот это 13-й этаж главного здания, или около этого, или 14-й этаж. Представьте себе, я вижу, и вижу, стоят эти два, стоит наряд полиции, совсем молодые полицейские, и там было человек 4, в полном шоке, не понимают, что делать. И эти объясняли, слушай, ну мы же еще не рассказали задачу там, номер такую-то. Ну как можно на кружке давать задачу такую-то, если мы еще эту не разобрали? Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Да это же преступление, это же вообще ужас какой-то. Это же за эти же тебя надо вот-вот-вот-вот-вот, вот прям в тюрьму сейчас вести. И так далее. И стоят полицейские, и не понимают, что с этим 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 этим. Ребят, на самом деле, на самом деле, если вы хотите от меня жестких советов по поводу того, в каком порядке, какие книги читать, то на самом деле, конечно, советовать, во-первых, очень тяжело, а во-вторых, важно, чтобы вы как-то что-то начали делать, да? Вот, поэтому, да, в некотором смысле это занятие, это реклама, я считаю, что эта книжка действительно разумная, правильно. С другой стороны, кому-то из вас она может понравиться, ну, замечательно, считайте, что другу лучше.